Все телефоны сейчас на одно лицо, скажете вы, только бренды разные, но уж не это точно, потому что это тут у нас скрестились и планшет и телефон, два в одном. Привет друзья, попал мне в руки очень интересный гаджет Galaxy Z Fold 3. И вот я хочу вам рассказать о своих субъективных впечатлениях от его использования по сравнению с обычным телефоном. В моем случае допустим Xiaomi Mi 10T Pro, который с обычной диагональю 6 и 53 дюйма. Ох, как мне сначала было непривычно пользоваться этим Samsung, но обо всем по порядку. За телефон спасибо магазину Citrus. Здесь гаджеты по хорошим ценам, в том числе и этот смартфон уже продается. А также Samsung выпустили новые часики Watch 4, которые продаются по акции и к новинкам беспроводные зарядные устройства. Это не обзор часиков, но кто в теме, тот уже знает, насколько они шикарны и функциональны. Ссылки будут в описании. Беру я его такой в руку сначала. Блин, узкий смартфон, но толстенький. Ловишь себя на мысли, что обычный смартфон привычнее и удобнее. Но вот проходит ровно 5 минут и ты понимаешь, что да, все-таки хват более узкого смартфона это тоже удобно. И даже можно пользоваться одной рукой. Как звонилка точно то, что нужно. Ведь передний экранчик у нас на 6,2 дюйма и он прикрыт стеклом Gorilla Glass Victus, как и задняя панель. Но вот, что реально нравится, то что это задняя панель, приятная на ощупь и имеет матовое покрытие, что очень радует. Я надеюсь, что глянец скоро в принципе канет в лету, ведь матовое покрытие не такое маркое, да и дорого с виду. Чувствуется ли он толстеньким? Конечно не без этого, в сложенном состоянии 16 миллиметров. Это немного меньше, чем у Fold 2. Ох, услышали бы это пользователи Nokia 3310 в начале 2000-х. Да что там, увидели бы такое гибкое устройство, они бы не поверили своим глазам, что это реально. Вот оно будущее, которое наступило. Вес устройства 271 грамм. Мой смартфон, к примеру, 218 грамм и это также для смартфона немало, честно говоря. Но если учитывать, что перед нами смартфон, а планшет, то это можно, как говорится, понять и простить. Просто достав с кармана смартфон, им можно пользоваться как обычным смартфоном, но только более вытянутым. И соотношение сторон 25 к 9. По сравнению с обычным смартфоном, он ощутимо уже и, например, набирать текст на маленькой клавиатуре будет не так удобно. Но стоит его только раскрыть и мы получаем роскошную матрицу на 7,6 дюймов соотношением сторон 4,2 к 3. Эх, прямо на ностальгию пробивает, почти как в старых квадратных телевизорах или мониторах. Но и это все не спроста, ведь все ради удобного потребления контента. Тут и книжки почитать будет одно удовольствие, и ютюб посмотреть просто супер. Ну и, конечно, поиграть. Я, если честно, опять-таки еще без привычки, вначале скептически отнесся к этой раскладушке. Да еще и блики от изгиба посредине заметны, если придираться. Что, конечно, не мудрено, в подобном устройстве это по-любому будет. Это фиаско, братан! Но стоило мне чуточку посмотреть видосы, посерфить в интернете, почитать. Знаете, вот честно, обычный экран смартфона против этого вообще не взлетает. Насколько же разные ощущения. Вообще можно утверждать, что конструкция внушает доверие. Все выглядит и ощущается надежно. Samsung, по их заявлениям, доработали и увеличили износостойкость шарнира и защитной пленки, да и самого дисплея. Новой особенностью смартфона стала подэкранная камера, которая находится со стороны раскрытого устройства. Я бы скорее сказал, что это замаскированная пикселями меньшей плотности поверх нее камера. Вот я открыл Play Market, и на белом фоне видно, где расположена камера. Хотя, конечно, это в разы лучше и приятнее, чем если бы там был просто вырез. Гибкий экран Galaxy Z Fold 3 изготовлен по технологии Echo 2 OLED. Она позволила отказаться от поляризационного слоя. Вместо него модифицированная панель с улучшенной способностью дисплея пропускать свет. Так появилась возможность реализовать подэкранную камеру без дополнительных вырезов. И это круто. Другое дело, что качеством она точно не блещет. И разрешение всего 4 мегапикселя. И тут понятно ее назначение не для фото, а для видеозвонков, где особое качество не требуется. Но вот если нужно селфи, пожалуйста, фронталка на 10 мегапикселей f2.2 со стороны меньшего дисплея, который и доступнее, и ближе, и логично, чтобы сделать селфи, не нужно открывать устройство. В общем, маскировка фронталок стает трендом, и дырки, и вырезы будут встречаться все реже. Наши экраны выполнены по технологии Dynamic AMOLED 2X. И что важно, экраны поддерживают честные 120 Гц. Причем это адаптивные 120 Гц, которые применяются в зависимости от контента. Например, если вы смотрите видео 30 кадров в секунду, зачем тратить энергию на 120 Гц? 60 кадров видео будет 60 Гц. А вот, например, игрушка Watt Blitz. Здесь я смог выставить 120 Гц, и в самой игре это ощущается. И сейчас вы видите, что количество кадров выше привычных 60. И странно, что, например, на своем Xiaomi, где включено 144 Гц, я не могу в танках выставить более 60 Гц. Но это к разработчикам скорее вопрос. Но у Samsung все как нужно. Цветопередача просто отличная. Яркость 1200 нит позволит пользоваться на улице без проблем. Контраст тоже в норме. В настройках можно выставить яркие цвета или оставить естественные, на любой вкус. Также имеется Always On Display, увеличение чувствительности экрана и многое другое. А вот пункта с ШИМ я не нашел. Потому что мне стало интересно замерить уровень ШИМ. И вот что вышло. На самой максимальной яркости получилось около 42% пульсации. Если выставить 50% яркости, ничего особо не меняется и почти 41% ШИМ. Но обычно самый большой ШИМ в AMOLED на яркости около 20%. И вот что мы имеем. Просто дикий ШИМ в 104%. И если яркость выставить в 0, то получаем 28,6%. При норме 5-10%. И для тех, у кого глаза чувствительны к ШИМ, этот смартфон просто противопоказан. Ведь ШИМ даже на 100% хорош. И тут явно с ним не заморачивались. Место изгиба, как говорилось ранее, заметно. Но оно не мешает при эксплуатации. Его быстро перестаешь замечать. В новой модели покрытия матрицы практически не отличается от стекла обычных телефонов. И экран очень приятный на ощупь. Смартфон, конечно же, обладает топовым на сегодня Snapdragon 888. 12 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ внутренней памяти. Производительность соответствует камню. Быстродействие отличное и нагрев не особо ощущается. Видимо, потому что устройство немалое и хорошо рассеивает тепло. Поиграть можно однозначно. FPS в танках вы видели. В танке можно играть на максимальных настройках со стабильным FPS выше 60 кадров. Но в начале игры почти всегда я замечаю некоторые подлагивания. Не знаю, с чем это связано, но потом проходит и играть комфортно. Одновременный запуск нескольких приложений никак не снижает быстродействие системы. Это мультизадачное устройство. Оперативы хоть отбавляй. Еще одно новшество защита от воды по стандарту IPX8. И даже если телефон случайно упадет в воду, ему ничего не будет. Хоть специально столь дорогое устройство я бы в воду не бросал. Смартфон поддерживает две наносим карты и одну есим карту. Что также несомненно плюс. И как видим, разблокируется удобно кнопкой, в которую встроен отзывчивый сканер. Там, где ему и место. Динамика в два и имеется добротное стерео. Во время игр я переворачивал смартфон, чтобы не перекрывать звук рукой. Звучит очень неплохо, даже басы неплохие. Ну вот, высоких частот, как по мне, то уж излишне много. Блок камер выступает не сильно и смотрится все аккуратно. Их тут три. И сенсоры здесь такие же, как были в предшественниках. Скорее всего, это вызвано желанием внедрить инновации, о которых вы уже в курсе. Но вместе с тем, цену сделать даже ниже, чем в предыдущего фолда. В Galaxy Z Fold 3 используются три датчика по 12 мегапикселей. Основной с оптической стабилизацией и апертурой f1.8. Ультраширик с углом обзоров 123 градуса. А также телевик с двукратным приближением. Понятное дело, что в новинке улучшили алгоритмы обработки. И в итоге смартфон стал немного лучше снимать в темноте и против света. Линзы, наверное, также играют не последнюю роль. Как видим, снимки, особенно в хорошем свете, получаются очень красивые. И их не стыдно вылаживать в соцсети. Что касается видео, то даже при 4К 60 кадров имеется неплохая оптическая стабилизация. И качество, как можете заметить, очень даже неплохое. Тест съемки видео 4К 30 кадров. Чудесная погода. Легкий ветерок. Тепло. Красивая золотая осень. И еще не золотая, пока что. Еще только сентябрь. Назвать этот смартфон в современных реалиях самым лучшим камерафоном не получится. Потому что есть уже и покруче. Но он здесь далеко не середнячок, а ближе к топам. Емкость аккумулятора 4400 мА. Для такого устройства, грубо говоря, с тремя экранами и таким процессором это не так уж и много. Но на практике, благодаря софту и типу дисплеев, которые еще более экономичны, смартфон доживает до вечера. И в зависимости от сценария использования, выдает 4-6 часов экрана. Хотелось бы банку побольше, но куда уж, тут каждый миллиметр толщины играет роль. Поддерживается быстрая зарядка на 25 Вт, но только адаптер питания в комплект не входит. От стороннего блока с поддержкой быстрой зарядки, АКБ полностью заряжается за 2 часа. Реверсивная и беспроводная зарядка тоже есть. Galaxy Z Fold 3. И для кого же этот смартфон? Да для всех, у кого есть свободных 1500-1700 долларов. Маняш узнаешь? Слышь, что будем делать? Бабосики есть? А дай позвонить, я сейчас свою симку вставлю. Потому что это удобно, это прогрессивно, это гиково, если хотите. Люди, которые имеют желание выделиться, тут точно уж получится. Людям, которые любят прогресс и новые технологии. Людям, которые хотят подчеркнуть свой статус. Или банально хотят совместить планшет и телефон два в одном. Например, это поколение уже поддерживает стилус. Специальный стилус для этого устройства. С более мягким наконечником, чтобы уберечь защитную пленку экрана. Имеем улучшенный фолд почти во всем. Если бы еще уделили внимание шим данного устройства, если бы смартфон был еще чуть тоньше и легче. Ну и конечно же ценовая политика. Тут без комментариев. Ну а так, конечно, это нишевый смартфон. И он реально для любителей технологического прогресса. И мне реально было интересно им пользоваться. Ссылки на цены на данный смартфон и новые часики Samsung в описании. А с вами был Андрей, канал Smart Plus. И всем до скорого.